Всем приветик! Значит, меня достаточно часто в комментариях просят, покажите, где вы живете, сделайте рум-тур по вашему дому. Но мне на самом деле, к сожалению, показывать особенно нечего, потому что мы снимаем квартиру, во-первых, небольшая, в общем, ну, чтобы там прям тур делать, а во-вторых, ну, в общем, там нет ничего примечательно английского, такая стандартная, похожая на квартиры в России, чтобы там прям вот показывать. Я сегодня отправилась, значит, в район, где живет, ну, средний класс, так, на мой взгляд, такие дома хорошие, вот, и посмотрим, какие тут дома. Вот, например, смотрите, такой вот дом, двухэтажный, очень такой симпатичный, да, очень классный, и здесь садик. Вот, и, может быть, тоже, если кто-то из вас читал «Гордость предубеждения», там был такой эпизод, что Элизабет Беннет со своими родственниками, значит, ехала там, ну, короче, путешествовала, и потом они проезжали мимо там поместья Тамберли, где, значит, мистер Дарси жил, и родственники говорят, а может быть, заедем, посмотрим, там у него такое хорошее поместье, посмотрим, как он живет. И они так заехали, там какая-то, в общем, экономка, или не знаю там кто, и говорят, можно посмотреть. Ну, и она говорит, пожалуйста, заходите. Очень интересно, настолько же гостеприимные англичане до сих пор, можно ли также зайти и сказать, покажите, пожалуйста, какой у вас чудесный дом. Сейчас выберем какой-нибудь домик и посмотрим. Попробуем здесь. Ну ладно, на самом деле это шутка. Это моя подруга Эстера. Привет. И сейчас она покажет нам английский дом. Ну, как я сразу сказала, что это дом среднего класса, то есть не все англичане живут, конечно, в таких больших домах, многие живут в очень маленьких, вот, но сейчас посмотрим. В общем, повезло нам посмотреть большой дом. Итак, значит, это ground floor. Да, это ground floor. Это как бы первый этаж по-русски. Первый этаж, да. Так что это начинается, что... Ну, вот здесь такое... Ну, в некоторых английских домах даже нет такого коридора. Там сразу входишь, сразу попадаешь в комнату, да? Ну, да. Или есть какое-то маленькое такое место. А здесь как бы, да, огромное. И что обычно сразу? Мы откуда начинаем? Вот когда мы пришли в дом, тогда мы начинаем с первого этажа, чтобы просто как бы посмотреть, что здесь. Так что здесь могу вам показать, что это здесь как бы living room. Это не само сердце этой комнаты. Так что вот очень... Living room это по-русски гостиная. Гостиная, да. Здесь гостиная. Она не сильно как бы может сделана так, чтобы... Ну, есть как бы, да, что-то... Ну, в общем, да, можно посидеть здесь, выпить чашечку кофе. Посидеть, выпить чашечку с компанией, потому что здесь намного места хватает. Да. Окей. Так что здесь... Это гостиная. 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 Здесь, когда выйдем с этого, то, конечно, на первом этаже должен быть, не у всех есть туалет. Да. Не во всех английских домах, на первом этаже туалет, да? По-моему, нет. Да. Это могу, открою. Обычный. Да. Просто, чтобы сделать... Для тех, кто выпил чашечку кофе. Да. И нужно быстро побегать, не вверх, а просто вниз. Так что вот они это имеют. А сейчас идем в сердце этого... В сердце дома. В сердце дома? В сердце дома. В сердце дома. Вот это начинается, вот прекрасные чувства, потому что мы находимся в кухне. Здесь... Слушай, это очень, очень большая кухня. Да. Это есть большая кухня. Потому что наша кухня чуть больше вашего туалета. В нашей квартире. Честное слово. Да. Обычно... Не, они не такие огромные. Они расширили, потому что, вот, если так посмотреть, то до этого места должна быть какая-то комната. они это все как бы по-другому занимали. Хозяева расширили. Это есть как бы... Как на английском расширили? Эндакшин? Пристройка. Ну, да. Вот. Пристройка произошла. Так что здесь просто как бы мы имеем это, что здесь есть такая часть, где можно учиться играть на пиане, да? и просто покушать тоже как бы dining room. Ну, и здесь эта кухня, в которой тоже здесь можно посидеть. Да. Много места, можно много где посидеть. Можно много, да. В разных уголках. И идем, идем. И, конечно, и сад. Сад, который... Большой и прекрасный у вас. И это тоже стандартно для английских домов, так, что на первом этаже ты входишь, там гостиная и кухня и выход из кухни чаще всего в сад. И для них хорошо, чтобы был с разных мест тоже вход в этот сад, потому что ты имеешь с кухней и тоже с этого dining room. Так что видно, что они... Это тоже как бы для них детали тоже важны, чтобы как бы... Чтобы не потеряться в доме, а просто было удобно. Не сталкиваться в дверях. Не сталкиваться, чтобы никто не ждал, о, сейчас твоя очередь. Потом после тебя, да, я, конечно, это их высшая культура. Слушай, ну, очень хороший сад, очень такой... Хотим смотреть, да. Здесь, конечно, не на это время, но магнолия, дерево прекрасное. И розочки, которые сейчас вообще цветут, цветут, цветут. Здесь какая-то вишня, ну, можно разные дерева здесь посидеть. Посидеть? Гараж. Так, здесь есть гараж. В котором должна быть машина. Но есть другие вещи. Ты водишь машину? К сожалению, нет. Окей. Велосипед? У меня есть все шоферы. Шоферы. Я не пользуюсь, чтобы просто как-то добираться везде. Так удобнее. Велосипед тоже нет. Как-то не сильно активно, но должно поменять. Ты катаешься? Катаюсь, только боюсь в Лондоне. Потому что здесь нет специальных велодорожек часто. Можно где-то здесь в парке, например, очень красивый здесь парк. Тоже англичане любят место, где тихо, спокойно. И вот это такой район тоже, где можно найти место тихое, спокойное. Здесь можно покатать. Покататься. Мой мальчик. Вот там есть наш хороший друг дома. Друг этого дома. Который все просто уже начинает... Ой, ему все нравится, правда? Ой-ой. Мы вернулись. И что там еще? Я еще забыла сказать, что просто англичане еще какое-то место нужно им, чтобы не в кухне было, а ваше машине и какой-то драйер, типа, чтобы посушить. Они любят место, чтобы где-то было в отдельном, поэтому они имеют такие еще как бы... Что если есть возможность отдельно поставить стиральную машинку и белье там. там вещи для того, чтобы как бы с гардена почистить, или обувь, или развесить зимой, когда холодно, уже не на улице, чтобы развесить здесь. Чтобы дома нигде просы не висели. Да, да. Это правда. Так что вот здесь такое. А сейчас можем пойти наверх, что здесь есть несколько комнат, в которых есть спальня, bedroom. И их есть здесь на этаже три. Но я вам покажу свою ванну и для гостей комнату, чтобы просто... сохраним privacy. Да, чтобы они как-то имели час для... Так что здесь ванна, которая... вот да. Так что... Ну, не знаю, мне кажется, вы буржуи. Как? Буржуи. Вот в этой ванне даже можно жить. Такая, как комната. Мне кажется, вот здесь даже можно ванну принять для тех, кто любит так... шаломатрус. Для маленьких. Я думаю, что даже для бэйби можно просто зачем покупать им такие. Да, да. Так что вот это такое. Ну, слушай, очень много места, очень spacious. Это, конечно, вообще вот для тех, кто любит пространство, это вообще прям прекрасно. Я так тоже думаю. И для тех, которые как бы можно использовать свое воображение и способности финансовые на это. Это во-первых. Вот это для гостей. Так что кто-то приезжает и вот может жить в такой комнате. Классно. Ну, слушай, выглядит так, как в отеле. немножко. Ну, выглядит очень по-английски, по-моему, потому что из вот это часто ты можешь как это туалетный столик по-русски да, туалетный столик. Этот матрас мы пока так держим. Пока так держим. Для гостей не таких важных. Для гостей не таких важных стелем на полу. Да, ну, те, которые, ну, некоторые очень выбирают мы хотим на полу. здесь последний этаж этого дома называется часто в Англии «лофт». «лофт». Здесь типа офис, но мы это имеем… кабинет. Кабинет, но мы больше как бы используем на этом. Не обращайтесь сильно внимания, можно на эту часть больше как-то, потому что здесь, да, так что… так… А вы здесь что делаете? И мы здесь больше как бы стадии, изучаем, и просто какие-то… чуть-чуть, потому что здесь есть так много места, чтобы отдыхать, поэтому выбираешь и просто где хочешь. сегодня там выбираешь. Но здесь более темно и еще тише, чем в других еще, так что было размышление тоже хорошо, этот комнат. Ну и конечно держим вещи, которые слишком много. Слишком много комнат, слишком много вещей нужно. Simple life. Да. Так что сейчас это, по-моему, все. Окей. Хотела тебе пару вопросов еще задать. Хорошо, задавайте. На самом деле, я вот что хотела спросить. Сейчас тут действительно сквозняк, сейчас дверь закроется. Ну, это дверь, это дверь. Знаешь, вот я приехала в Англию, я здесь живу два уже с половиной года, скоро будет три. Я так училась, что я никогда не жила в английских домах. Я всегда жила. Вот сейчас мы в квартире до этого мы тоже там жили в общем в... не знаю, как это назвать... Conversion. Да. А ты всегда здесь снимала что-то именно в таких типичных английских домах, да? Ну, правильно, да. Вот вы жили до этого в викторианском. Это новый дом, да? Это новый дом, да. Сколько лет, как думаешь? Они приехали здесь в 2008 году, не, в 2007, ну, типа такое, что 10 лет где-то этот дом. Владельцы этого дома, да? Да, что просто после 10 лет это вообще супер-супер новый, да? это даже чувствует, что это как-то есть английский, но уже такой типа другой современный. А вот вы жили в викторианском доме еще где-то, да? Еще в другом доме английском? Да, в двух домах мы жили. До этого. Значит, вот вопрос такой у меня. Если ты хочешь жить в английском доме, то какие есть минусы английских домов или на что можно обратить внимание, если ты снимаешь? Что может случиться? Много может случиться. Если кто-то слишком говорит, что очень хорошие все это какие-то условия жизни в этом доме, то нужно вот это серьезно принимать как бы что это уже опасно и смотреть хорошо на то, чтобы не верить на слова просто идти посетить этот дом. Если ты уже посещаешь, то смотри на все, просто какие стены просто чтобы они не были А что может быть сестер? Могут быть просто ничего там может не быть и это уже ужас, потому что это означает, что просто этот дом будет очень слышно влажность влажность потому что в Англии очень влажно и вот эти старые дома например там я так слышала, что во многих домах вообще нет изоляции Это нужно наверное я не знаю нужно или спросить кого-то смотреть Потому что если нет изоляции то там может быть и плесень Да а плесень это вообще почти не в каждом это уже потому что если есть хорошо сделан дом то он уже как бы этого не будет во многих старых есть и мы жили где была пресс в этом втором доме мы жили в подвале тогда это цокольный этаж по-русски называется какой цокольный цокольный то есть это не совсем подвал у вас окна были но они как бы там было окно вот на эту сторону где не было солнца так что для нас это серьезно просто такая темнота и депрессия уже ужас в таких домах тоже обычно если есть влажность и все так и грязно тоже потому что например ковры ковролин там стелят да но они например не ухаживают или слишком долго не поменяли не поменяли да еще я знаю что многие англичане не разуваются обувь не снимают да и ковролин не меняют да и не чистят это все просто как бы если не об этом просто не запутится порядок тогда можешь встретить какие-то разные типа блохи да и что кусают блохи наверное и те которые людей бывают я забыла это слово было постоянно в моей голове но уже так хорошо можно жить что уже в доме в котором вы жили были раньше были потому что мы сначала как мы переехали то мою подружку просто кусали потому что они где-то там как бы обновили свою жизнь только из-за того что человек появился они вот живут не конечно в грязных местах но просто где-то там в старых где есть возможность там да понятно но это к сожалению было уже старое и не чистое очень это место и поэтому там было много влажности приходили разные животные можно представить себе крысу даже нам очень часто были мыши дома мыши было очень много это было почти там в центре Лондона мы жили второй стрефе второй зоне где это означало что мы имели на автобусе до Ливерпур стрит 25 минут так что это пешком можешь добраться в 40 минут на Риверпур стрит и ты уже в таких условиях живешь так что это очень я думаю что даже те все которые поближе в таких местах живут подальше которые ближе к центру они могут быть хуже могут почаще и цена и все это просто условия цена выше условия хуже а те которые дома стоят подальше от центра они могут быть и больше потому что там земля может быть дороже но зависит от района от всего так что нужно смотреть что ты хочешь или временную жизнь или уже как бы чуть-чуть дольше и смотреть на здоровье тебе оно важно или нет так что нужно в Англии очень влажно здесь и окна иногда думают люди все что помогают если поменяешь но нет нужно сделать генеральный генеральный ремонт чтобы от пола начать все нужно все как бы сделать просто от ковры все поменят если чувствуешь что-то не так то тоже поменяй потому что это просто влияет стримно плохо на твое здоровье спасибо тебе стара большое за такую экскурсию экскурсию по дому и экскурсию в эту тему английских домов это для меня тоже интересно было так что вам спасибо тоже всем спасибо кто посмотрел это видео и я конечно хотела сразу оговориться что здесь действительно очень большой дом террест хаус традиционные английские они гораздо гораздо меньше вот ну если будет возможность покажу вам тоже еще как выглядит небольшой английский дом террест хаус не новый а такой более традиционный для Англии вот ну и все если понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал и все всем счастливо хорошего дня сейчас вам еще такой бонус здесь такой делается десерт английский называется eat and mess so what's in it and it's merengue and cream and strawberries and strawberries ok значит там безе cream такой типа сметана is it cream like сметана ok а сливки меренг и клубника do you want to be on the video or you want ok в общем такой десерт по легенде что его несли он упал и разбился и все превратилось в какие-то кусочки и теперь так его и готовят дробят это безе смешивают с клубникой с кусочками и с сливками и подают просто такую горку так что между прочим это мой друг Дима у которого тоже есть канал и он делает eaten mess да о чем твой канал Дима там я играю игры делаю борщ играешь в игры делаешь борщ да и разные рецепты я варила борщ по твоему рецепту ну видите вот вот один из все меня рекомендируют все борщ мой варят понятное дело подписывайтесь на Димин канал тоже если вы играете в игры или хотите варить борщ unpacking ты тоже делаешь да на каком языке у тебя канал английский английский а борщ ты на каком варишь микс украинский русский английский украинский русский английский окей с честному  ю лави украинский лави х